Девушки отдыхают Девушки отдыхают Несмотря на то, что времени было относительно, ну, не так, чтобы много, вопросов получилось так, довольно достаточно Ну, так что думаю, что мы можем начинать Как ты относишься к ней, Гром? О, нормал! О, белый пенсил или чёрный? Попробуй, Гобик, и шейк начали с корнями Как вы, роботы, делаете детей? Её осталось! Наконец-то наше будущее... В нашем... Ну, вообще, я не знаю Сделаешь кастом-спикермена из кибидей туалетов? Ээээ, ну, во-первых, нет А во-вторых, у тебя была целая вселенная перед выбором Ты мог раздумывать целый месяц Ты мог выбрать абсолютно любой вопрос Но ты решил выбрать именно этот Зачем? Да делись твои шортсы Я продал их теневому правительству Чтобы в обмен на эту продажу Они дали мне ядерный колорифер Но вообще, я ограничил к ним доступ И поставил их в специальный плейлист Чтобы люди могли их смотреть и не видеть их в основной вкладке Сколько тебе лет? Извини, я не считал Когда-нибудь посчитаю Заметили мой вопрос? Нет, мы пытались Но не получилось Надеемся, что в следующий раз получится Сколько у тебя кастомов? Покажи их Ну, кастомами их тяжело назвать Но они у меня есть Вот Тут вот у нас немножко кастомов По бензи Нефтяная скважина Тут у нас какие-то разноцветные ушлёпки Которых когда-нибудь стоило бы, может, разобрать Вот Тут у нас сборище робофурей Ну, так Тут Два колорифера Тут ещё два по кастома Про schoolgirls Ну, это не кастомы фигурки просто И Пару, значит, ямлет Ну, с яйцом лунаф Короче Ну, ещё есть это чё Вот, ну и много других Вопрос Ты кто без маски? Привет или же доброго дня Да, привет Какой твой любимый цвет? Допустим, красный Чем увлекаешься в плане хобби? Допустим, делаю анимации Кого смотришь на ютубе? Ну, то, что есть на ютубе, то и смотри А кого, собственно-то, ещё смотреть-то? Какие игры тебе нравятся? Эээ, ну я, короче, в последнее время в игры не играю Потому что игры на телефоне уже, ну, надоели как-то, ну Когда начал снимать анимации? Ой, вот анимации Ну, смотря какие Имена со фигурками, то есть кукольные Я начал снимать ещё, ну, довольно-таки давно Будем считать, что 4 года Хоть и Получается 3 года только каналу Ну, где-то так Но, на самом-то деле, я снимаю уже где-то 4 Поскольку У меня был до этого ещё другой канал На котором было 5 подписчиков Но я случайно Ну, потерял, короче Потому что пытался Поменять картинку Потом у меня попросили пароля А аккаунта у меня от пароля не было Ну, короче, неважно В общем, я снимал 4 года Одна из моих первых анимаций Это была даже не анимация Я вообще не понимал, как работает это всё Поэтому просто на рандом натыкал И получилось какое-то просто по комнате летающее что-то Фигня, короче, ладно Где ты живёшь, какая у тебя фамилия Какое у тебя отчество В каком-то классе Ээээ, ну, короче Это тайна Ну, типа Кто такие Так ли, так ли И тесто с Марком Ну, так ли, так ли Это Другой аниматор По которому я делал Ну, немножко видео Там только два вроде Ну, а вот уже тесто с Марком Это другая история Есть такой чел Дедушка Маднес Ну и, короче Один раз Дружочек Скорн Ну, тоже другой лего аниматор Попросил у дедушки Маднеса Озвучку Ну, тот не озвучил Потому что, ну, там реально была Какая-то фигня Ну, в три фразы Да и то там было просто Кряхтение в основном Ну и, короче, вот Эээ, мы решили С Скорном В шутку Сказать, что, типа А, протесты против Марка Ну и в итоге, когда Скорн хотел записать голосовухой Протесты против Марка У него записались только Тесто против Марка Я же, в свою очередь, продублировал И получилось Ну и даже потом анимацию сделал Почему у тебя такой хаотичный стиль? Ну, не знаю, что ты, конечно, имел в виду Но, да, хаотичность, конечно же, есть В моём стиле Ну, обычно я Как-то показываю резко Всякие сцены с битвами С боёвками Ну, я всегда их показываю резкими Ну, чтобы показать живость Ихнюю А так, не знаю Вроде в последних, самых длинных анимациях Вроде, ну, не так хаотично, чтобы Почему ты съел хромакей Ну, если ты про это, то да Здесь какая-то дичь с хромакеем вообще Ну, хромакей у меня вообще странно работает Если просто говорить То иногда он работает нормально Иногда плохо Это из-за освещения зависит Почему так редко у тебя мелькает ФНАФ Ну, по ФНАФу у меня не очень-то такие Стильные кастомы Да и к тому же Декораций-то у меня и нет У меня вообще из декораций по ФНАФу Только офис из первого ФНАФа есть Да и к тому же ФНАФ и так много кто снимает Ну, так что ладно Будут ли еще какие-нибудь большие мультики Ну, наверное, будут Конечно Еще какие-нибудь части тех, что есть Покажи кастомы и процесс их создания Ну, кастомы я, так сказать, уже показал Ну, а процесс создания вообще вряд ли будет Потому что Сами кастомы я делаю Ну, так довольно-таки долго Даже если они простые Потому что я использую слишком-то дешевые материалы Ну, и при том Снимая на камеру Поскольку у меня мест там не так, чтобы много То у меня получается время ограничено на съемки Ну, и, соответственно, понимая, что время у меня ограничено Я буду как-то, ну, теряться в этом Пытаться ускориться Ну, и кастомы будут не очень-то, конечно, выходить Ну, так что показать Можно только если, там, покадрово как-то по кусочкам Кот с автоматом еще вернется Тебе лень строить декорации Или у тебя мало деталей Не, ну, детали у меня все-таки нормально Но, скорее всего, я либо не очень умею строить декорации Либо сами детали разноцветные Поэтому постройки из них все равно не очень получаются Откуда такая аудитория? Ну, в основном все попробегали с шортсов Но, если ты имеешь в виду аудитория То какая у меня тут аудитория? Если-то даже меня смотрят, ну, там, какие-нибудь ячады То остальные где-нибудь, ну, допустим, 9 тысяч подписчиков Ну, или даже 9 тысяч 500 Вот, ну, в общем, большая часть подписчиков Даже, наверное, не знают О существовании канала, на который они подписаны Даже не знаю А во всем виноваты Эти окоятные шорсы Хотя, может, без них меня бы никто и не смотрел Ну, ладно Какой у тебя любимый персонаж в моих анимациях? Ну, скелеты, наверное Брух, я не очень удобно листал вопросы И случайно один пропустил Сколько у тебя всего роботов? Как ты познакомился с Такли Такли? Ну, не то, чтобы познакомился Он написал мне какой-то комментарий Под каким-то видео Ну, я зашел на его когда-то какое-то видео Ну, и начал смотреть Что-то, что у него выходило там Ты гач? ТЯ ГАЧ! Сколько тебе лет? Один декальон Десять декальонов Двадцать декальонов Пять нональонов Три декальона Семь септилионов Три сектилиона Пять сектилинтонов Шесть квадриллионов Пять триллионов Сорок миллиардов Три тысячи пятьсот двадцать семь Пельмени Нет! Пельмени, квадриллионы, сила, уничтожающая пельмени! Как тебе динамикс? Ну, а так, чё сказать? Ну, динамикс, ну, снимает Да и ладно Нормально снимает Да и хорошо У тебя есть стенд? Сорри, I don't have стоять Твои топ-милфы Сто процентов Дитман Слушай Не понял Молодец Почему роботы? Ну, потому что это довольно интересно У них можно придумать какие-то свои интересные дизайны Как старые, как новые Также роботы очень интересно могут драться Поскольку они более выносливые, чем люди Ну, просто даже как пример Мне не особо нравятся фэнтезийные и мифические какие-то персонажи Потому что они, ну, выдуманы, можно так сказать Вот А роботы, это, можно сказать, якобы наука О, это техника Которая, типа, якобы будет в будущем Ну, так что прикольно То есть это якобы настоящее Которое, может, и будет А может, и не скоро Почему так редко выходят анимации? Ну, вообще, анимации выходят не так, чтобы редко У кого-то они вообще выходят с частотой в два месяца А иногда вообще и по полгода Вот Ну, и я не выкладываю анимации так, чтобы Каждый день, чтобы Ну, попросту не тратить место канала Зачем выпускать целую кучу каких-то ненужных видео Коротких Если они всё равно будут так же набирать Мало, лучше сделать какое-нибудь длинное, там, например Ну, или вообще ничего не снимать Вот Какая твоя любимая серия Лего? Ну, каких-то определённо любимых нет Потому что в каждой серии есть какие-то плохие наборы или хорошие Вот Но больше всего мне нравилась бы серия Hidden Sight Но она уже больше не выпускается, конечно Ну, почему же она нравится? Ну, потому что красивые довольно-таки персонажи Эти призраки со своими головами Которые такие прозрачные Да и детали такого зелёноватого цвета приятного были Вот Остались только фигурки в пакетиках от журналов Когда новая анимация? Я не знаю Смотрел Джоджо? Нет, но хотел бы посмотреть когда-нибудь Что-то такое Существо Походу была команда звала ХЛЕ А ты ответил на третий вопрос? Да Ещё есть культ робота? Культа робота не будет Потому что мне лень его делать Что с третьим вопросом? Да фиг его знает Где шестой вопрос? Что? Невозможно! Его никогда не существовало! Ты, наверное, пошёл проверять Будешь делать заднюю нормальную хромакею? Вообще-то у меня нормальная хромакея Будет ли крутые сюжетные анимации? Вообще-то уже целых две сюжетные анимации есть Хотя нет, ты же написал крутые То есть ты считаешь, что у меня не крутые сюжетные анимации? Ты делаешь анимацию с помощью каких приложений? Ну, не уверен, что для кого-то станет удивлением То, что я использую Stop Motion Studio Pro Спираченную с гугла Ну, а для монтажа использую CapCut Хоть он, по сути, бывает иногда Вытворяет какую-то фигню В виде того, что аудио могут стоять в другом порядке После скачивания Да и вообще сам по себе довольно лагает Из-за большого количества звуков И наложений Будешь делать какие-либо гайды? Да не знаю даже Ну, по сути-то зачем На ютубе и так уже на телефоне Гайдов уже рассказали Больше чем-то и надо Будешь делать анимацию Удивительный цифровой цирк? Да даже не знаю Только если чтобы показать фигурки А так, ну, не знаю Только если сцены какие-нибудь пародировать Чем увлекаешься кроме анимаций? Ну, не знаю В основном делаю какие-то фигурки кастомы Ну и модели всяких персонажей Либо просто роботов придумываю Либо просто персонажей из чего-то там Чем вообще по жизни дышишь? Воздухом Сколько времени тратишь на анимации? Ну, тут даже непонятно По сути Иногда я делаю анимации по частям То есть один день сначала Потом второй день Иногда делаю короткие анимации Которые просто за один день доделываю Соответственно по времени Они могут быть дольше Чем те, которые по частям делаются Иногда делаю те, которые довольно долгие Так что, ну, допустим, не знаю Три часа, что ли В среднем, если как арифметическое брать Сколько лет увлекаешься Этим непростым искусством Перекладывания фигурок между кадрами? Допустим, четыре Вот представьте себе человека Он там воздухом дышал У него мама была Это хороший человек? Ээээ... Я не знаю, что это за вопрос На него надо отвечать Это риторический вопрос Это отсылка или что? Я ничего не... Навыки мультипликатора Пригождались тебе за пределами ютуба? Да нет Посматриваешь какие-нибудь Видеоуроки по анимации? Или ты сам пришел к тому стилю И к такой динамике движений Что есть в твоих мультах? Да нет, скорее всего Я больше сам научился Потому что, ну, видеоуроки Я по большей части смотрю Просто потому что Интересно, что скажут Либо профессиональные более аниматоры Либо просто так Может есть планы на какой-нибудь Ультрамасштабный проект? Ну да, хотелось бы То есть, по сути Фанатские трокичи И культ робота Это одна вселенная Так что у них будет История более такая общая Как один сериал Но только от разных персонажей Будут ли еще какие-то сюжетные проекты? Ну, вообще насчет проектов То не стоит создавать Целую кучу проектов Чтобы потом люди ждали От каждого по серии Ну, то есть Как я буду делать Так это просто снимать анимации Которые будут дополнять Одну вселенную Вот Но остальные будут Либо Какими-то сюжетными Но именно в одну серию Без какого-то продолжения То есть Они будут завершенными Либо просто дополняющими Как раз таки Эту вселенную Почему именно робот Стал твоим персонажем? Ну, мне просто нравятся роботы У них можно придумать какие-то Интересные дизайны Ну, как я уже говорил Вот И первоначально персонажем Был не Трокич А, ну Флиппи Филипп Ну, я еще ему Основное имя как бы не придумал Вот Но именно Суть в том То, что с него я И придумал Трокич Вот Во сколько ты снимаешь? И я снимаю Окуня с лески Ровно в 10 часов вечера Ну, а вообще С количеством кадров в секунду Я еще не могу определиться Раньше снимал в 24 Еще раньше в 15 Летом я вообще решил Почему-то в 29 Снимать анимацию Из-за чего Чуть ли Не опоздал я В ее снимании Это было вообще долго Вот Ну, сейчас решил снимать В 20 кадров в секунду Так как это и быстро И медленно Одновременно Расскажи кратко гайд Как вскипятить воду Буквально для чайников Блин У этого вопроса Слишком много смыслов Если тебе лень Загуглить Как вскипятить воду То просто запихни ее Не знаю В микроволновку Ну, а если ты в прямом смысле Чайник То Не знаю Какими аниматорами Вдохновляется Кто вдохновляется Ну, если я Ну, то по-разному бывает Всяких Смотрю тех Кто есть Спасибо five В каких странах Хотел бы побывать Да Вряд ли Хотел бы В каких-то Побывать Это все Дорого Довольно-таки С какими Аниматорами Хотел повидаться В реалии Ну, тут вопрос Про палку О двух концах С одной стороны С какими бы Аниматорами Я хотел бы повидаться в реале А с другой стороны хотели бы И они со мной повидаться в реале Ну так что вряд ли Если даже так считать То я бы не особо с кем-то там хотел Пока-то в реале, может если не знаю Когда-нибудь Сколько у тебя всего трокичей? Ну если не считать Моего оригинала То получается еще Четыре других модели И Пятый еще делается Какой твой любимый стиль в фильмах? Ну не знаю Как я определенные стили выделить Так как если компания умеет снимать То она в любом стиле Сможет снять нормальный фильм Ну могу выделить Комедия, это прикольно Ну что-нибудь Фантастика, ну не такое Слишком фантастическое, а то Уже становится перебор конечно Вот, ну и какие-нибудь С боевики там с приключениями Вот всякое такое Почему именно трокич? Да, выглядит это довольно странно Но это было именно так Да, конечно Только потом я загуглил И узнал то, что существует Чел Даниэль Трокич Какой-то там Который создал серию книг Ну и, наверное, большинство будет думать, что я просто взял у него никнейм. Твое любимое видео. Не знаю, какое именно ты имел в виду, именно с моего канала или вообще с Ютуба, но если считать, что с моего канала, то мне больше всего нравятся мои сюжетные анимации. Ну и всякие тестики, которые более качественно выглядят. Ну, а если прям с самого Ютуба, то я даже не знаю. Я там много всего видел и много чего не запомнил из Ютуба. Как я буду выглядеть в твоей вселенной? Ну, по сути, так же, как и в своей. Твое самое нелюбимое видео. Ну, тут опять же таки я не понимаю, что ты имеешь в виду. Но если учитывать с канала, то свои нелюбимые видео я удалил. Ну и, конечно, зря. Лучше бы я поставил их по доступу по ссылке, чтобы потом посмотреть. Ну, а с Ютуба так же я не знаю, что в этом самое нелюбимое. Твои любимые фигурки. Ну, короче, мне довольно-таки нравится фигурка вот этого вот робота, которая была в наборе, ну, таком среднего размера. Также мне нравятся фигурки по Hidden Side, но они все хороши. Я покупал их просто по отдельности в таких пакетиках. Ну, потому что хоть и серию-то я видел и, по сути, мог купить, но я почему-то не купил. Мне она не нравилась, когда она выходила. Зато резко начало нравиться, когда она перестала выходить. Из мини-фигурок, именно из серии, мне нравится вот такой вот, получается, киборг желтый. Я прям его отдельно покупал, то есть специально отдельно там заказывал на Азоне. И стоил он, конечно, дороже, чем бы стоил пакетик, если бы я его покупал. Но все-таки... Ну, и также каким-то боком здесь затесалась вот такая вот китайская фигурка, получается. Ну, это киборг, получается, из кьюмановского набора по технической эре. Вот, он мне тоже нравится довольно-таки. Это главарь, он изображен очень прикольно. Как ты придумал дизайн Трокича Джуниор? Ну, я просто попытался сделать более маленькую версию своего старого аватара Филиппуса. Филиппа, ну пофиг. Но, правда, не стоит называть его версией Джуниор, так как Трокич это отдельный персонаж, и Филипп это тоже отдельный персонаж. Ты просто робот или рыцарь-робот? Ну, скорее всего, просто робот, чем рыцарь-робот. Почему сейчас ко мне вламывается твой клон? Ну, во-первых, не клон, а робот другой модели. Ну, а во-вторых, главное, что он не ко мне вламывается. На этом всё, потому что он уже зашёл. Давай, заканчивай свой звонок. Иди сюда и под... Ты любишь роботов. Просто люблю делать с ними анимации и какие-то дизайны из них. Сколько хочешь подписчиков к Новому году? Ну, количество подписчиков это число условное, Так что к Новому году бы больше хотелось, чтобы было либо больше просмотров, Либо, ну, как-то более активно всё шло, вот, из видео. Ну, чтобы люди хоть комментариев почаще оставляли. Будет только анимация или ещё что-то? Ну, было бы неплохо когда-нибудь, не знаю, может, каких-нибудь обзоров сделать, вот. И... поупускать каких-нибудь новых рубрик, но пока не знаю. Будешь делать сериалы. Но у меня уже есть сериал. Почему же сериал? Потому что Бонш из Дрокичей появлялся и в Дрокичах, и в культе робота. Именно он объединяет эту вселенную, только благодаря нему. Они состоят в одной. Сколько фпс, скорость кадра у анимации? 20 кадров в секунду! Сколько у тебя лего? Ээээ, я что, должен по детальке посчитать? Ну, в принципе, достаточно у меня лего. Знаешь, кто такой? Гусиная работа. О, нет, я убил Дрокича. Нет. Во всём виновата, треугольное существо. Зачем ты задал такой тяжёлый вопрос? Я тебя уничтожу! Ты любишь пингвинов? Невозможно! Я же тебя уничтожил! Да! Я люблю пингвинов! Но вместе с ними мы уничтожим тебя! Осталось уничтожить только треугольник. Будешь делать фигурки по цирку от гличей? Одного уже сделал. Заметь! Меня! Нееет! Ты, Светик, мне тоже делать по кадровой анимации или нет? Заметь! Ты должен сделать свой выбор. САААААААААА Ок. Не успел, но надеюсь попаду. Как попал в коллаб... Я могу читать вопросы? Да! О, ну хорошо. Как попал в коллабы с друзьями и познакомился... Я читаю вопросы! Можно я продолжу? Да! Спасибо, господи. Как попал в коллаб с друзьями и познакомился с Глебом Такли... Как научиться дышать? Хм, ну, интересный вопрос, кстати. Надо... Не кричите, пожалуйста. Вы и так прислали свой вопрос слишком поздно. Ну что ж, сейчас отвечу на ваш вопрос. Как же... Оу, ну ладно, отвечу тогда на ваши вопросы. Как попал в коллабы с друзьями и познакомился с Глебом Такли и Вларсом? Чтоб вы не терялись, коллабы с друзьями это... Наша была маленькая такая группа, может она и сейчас есть, я уже не помню. Вот. Там суть всё в том, что мы там либо разговаривали, либо делали какие-то совместные коллабы. Ну, они, конечно, кроме нас, наверное, никто и не знает. Ну, а попал я туда, потому что меня добавил Скорн. Тогда я только впервые скачал Телеграм, ничего не понимал, но у меня зато был его контакт. Ну и мы хотели сделать коллаб по ФНАФу, ну, как тысяча людей на Ютубе, вот. И он меня добавил в эту группу, вот так вот. Ну и так познакомился с Вларсом Глебом Такли, ну, теми, кто там был, теми и познакомился, всё. Когда покажешь лицо? Ну, точных прогнозов не знаю, но, может, когда-нибудь, когда более повзрослею в этом и в этом будет больше смысла. Но пока-то в этом прям вообще нету никакой необходимости. Почему ты так ржачно шутишь? Спасибо тебе, Алекс, я смог выбраться из Матрицы. Ура! Стойте. Ну, почему тогда я ёжик? Это что? Это не Матрица! Это... Сон внутри сна. Ох, я впечатлён. Но в моём сне игра идёт по моим правилам. Да, только знаете, мистер Сайта, это не ваш сон, а мой. Что за фигня? Приснится же такое я и отвечать на какие-то вопросы. Но машинам же не снятся сны. Что это может значить? Стоит задуматься о том, что мы делаем. Спасибо, что досмотрели до конца. Мне очень приятно. Ну, а я пойду тушить свой Поко. Оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооoооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооoоо